Здравствуйте! С вами программа «Однажды в кино», совместный проект Казахстанской медиа-академии и кинопортала «Бродвей». Советский и казахский киноактер, заслуженный деятель Казахстана, член Союза кинематографистов СССР. И несмотря на эти регалии, богатую фильмографию заслуги Жан остается современным, модным, популярным и востребованным киноактером. У нас в гостях Жан Байжанбая. Здравствуйте, Жан. Очень приятно вас видеть в нашей передаче. И первый вопрос будет сразу из места в карьер. Недавно вышел в прокат ваш фильм «Портье. Мальчик на побегушках». И уже он собрал большие кассовые сборы. Если говорить про серию картин «Бизнес по-казахски», он в свое время даже перебил сборы «Мстителей» в свое время. Можно ли сказать, что ваше присутствие в фильмах является таким талисманом для продюсеров, который гарантирует кассовый успех? Во-первых, здравствуйте. Очень приятно, что вы пригласили меня на свою программу. Ну, по поводу «Портье. Мальчик на побегушках» и по поводу, ну я отвечу так вот, во-первых, то, что я по поводу талисмана, да, но это было бы слишком нескромно с моей стороны, если бы я сказал, что я талисман. Ну, в этом есть какая-то некая правда, видимо, да. Все-таки кино — это искусство визуальное, и люди идут, чтобы не послушать, а посмотреть фильм, правильно? И, естественно, когда есть знакомые лица, люди медийные, которые им нравятся, то, естественно, кассовые сборы, ну, становится, скажем, больше. Ну, и, видимо, я какую-то роль в этой награю, и мне очень приятно, что люди идут, ну, на мое имя, скажем так. А по поводу того, что картина собирает большие кассы, ну, это все как бы так немножко неоднозначно, потому что сейчас до сих пор идет пандемия, от этого зависит и посещаемость кинотеатров, и некоторых ограничений. И это, конечно же, играет какую-то важную роль в сборах, так это называется, в блокс-офисах этих. И то, что Тимур Бахтыбаев, продюсер этой картины, осмелился выпускать уже не первую, он, кажется, где-то уже во время локдауна выпускал где-то две картины, и сейчас вообще во время пандемического, вот это во время пандемического времени, уже где-то три картины. Не побоялся, мне нравится его отвага, смелость, скажем так, потому что многие продюсеры все-таки придерживают свои картины, по крайней мере, у меня вот бизнес по-казахски в Турции, он уже готов больше года тому назад, мы должны были показать его еще в прошлом году, в декабре, но, к сожалению, опять же, Нурлан Куинбаев его придержал, он мне сказал, говорит, все-таки в декабре в этом уже пустим, ну, держать невозможно в любом случае, правильно? И вот картина, кстати, у меня еще, к шипу, да, тоже еще не вышла, уже больше года, больше года прошло, тоже ждут люди. Но я думаю, что сейчас в связи с тем, что в Казахстане идет бурным ходом идет вакцинация, многие люди переболели уже, я надеюсь, что в скором времени наша ситуация улучшится еще в лучшую сторону, будем надеяться, и картины пойдут полным ходом, наши казахстанские картины, которые наши зрители уже ждут. И это очень приятно, потому что, я буду память, несколько лет тому назад такой картины не наблюдалось в казахстанском кино, а сейчас все это перевернулось и стало на более хорошие рельсы, и поиск казахстанского кино идет, идет, мчится и набирает скорость, скажем так. То, что картина Портье «Мальчик на побегушках» вообще стало для меня интересным своим сценарием, это правда. Я неоднократно говорил это в интервью, потому что в этой картине какое-то такое смешение жанров, я очень люблю жанр фильмов ужасов, триллера, саспенс, и вот в этом фильме я, к сожалению, не был на премьере, ни в Астане, ни в Алма-Ате, потому что я уезжал, и первый раз я этот фильм посмотрел в Шимкенте. Честно говоря, я скажу, где-то минуты на сороковой, у меня прям вот прошла такая дрожь по всему телу, когда начали выясняться какие-то некоторые подробности в этом фильме, в сюжете, о которых зрители не знали поначалу, и я прям почувствовал, такой холодок прошелся по мне, хотя это комедия, и это было такое приятное ощущение, и такое даже незнакомое в комедии, именно в комедийном жанре. Может быть, поэтому Тимур Бахтыбаев вместе с Оужасом, с режиссером поставили надежду на то, что зритель пойдет, что для него это немножко вновь, и я думаю, что они не ошиблись. Конечно, если бы не было пандемии, то фильм собрал бы еще большую кассу. Я там слышал, что Тимур Бахтыбаев говорил, что я хочу побить рекорд бизнес по-казахски, но флаг ему в руки. Нет, дело в том, что я не могу сказать такое, потому что в этом фильме тоже снимаешь в одной из главных ролей. И, конечно же, да, было бы приятно. Ну, надеждами мы живем. Я желаю удачи, конечно, Тимуру, чтобы как продюсеру, конечно же. Но мне нравится в нем то, что он такой, скажем так, есть доля самоуверенности, амбициозности, и это, мне кажется, неплохо для продюсера. Жан, вот вы снимались в кино и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х, и в 50-х, и в 20-х. За это время что изменилось в процессе съемки? Ну, кроме технического оснащения, конечно, то есть что-то поменялось? Нет, ну, поменялось очень много. Кстати, когда вы сейчас сказали, когда вы снимались и в 70-х, и в 80-х, и в 20-х, я только вспомнил, в 20-х годах я не снимался. Я вспомнил, что сейчас идут 20-е годы уже другого столетия. Но в кино изменилось очень много. В принципе, не изменилась, может быть, только игра актеров, хотя есть какие-то нюансы. В любом случае, потому что та школа, которая была в 50-х годах, она была в более 50-х годах, в 40-х годах, когда кино заживалось, когда меня еще не было на этом свете, но я все-таки человек интересующийся, я смотрел катины в 30-х, 40-х, 50-х годах. Там была как-то некая театральная история в образах, в общем, исполнении актеров той или иной роли. В более современном кино, даже взять уже 60-е, 70-е, 80-е, которых я уже захватил, 70-е, 80-е годы, конец 70-х и начало 80-х годов, конечно же, кино стало ближе к реальности. Ну, смотря, о каком кино говорить, конечно, есть такие пафосные фильмы, исторические картины, где, может быть, некая какая-то театральность, она для усиления характера, того или иного образа, может быть, она была необходима. Но в картинах бытовых, скажем так, в картинах жизненных это отсутствовало. А сейчас я смотрю там, и новые школы появились, мастерства, и как-то стали более проще, что ли, люди. Ну, может быть, и в мире всё изменилось, и поэтому кино не стоит на месте, и меняются какие-то законы исполнения ролей, наверное, наверное. А в чьей-то техническом плане, конечно же, поменялись камеры, замечательные камеры, стали цифровые камеры. Раньше снимали фильмы на киноплёнке, но у киноплёнка в ней есть один плюс, потому что в киноплёнке есть какая-то магия, но не даром она такая, всё-таки дорогая, один метр два с половиной доллара стоил, кодека, например. И поэтому процесс кино — это было очень дорогое занятие, и в Советском Союзе, который захватил очень много его, очень большую такую веху. В плёнке есть некое... Не знаю, но там это могут сказать операторы, потому что они больше знают цветопередачи, потому что там какая-то некая... В плёнке существует же, есть некий процент серебра, и вот это вот какое-то... Что-то такое прям в самой картинке кино — это то, что видео, к сожалению, не можешь передать, наверное, это. Драгоценная плёнка такая. В процессе, когда мы снимались на киноплёнке, было интересно то, что было некое волнение. Во-первых, мы снимали мало дублей, потому что плёнка дорогая, но мы очень много репетировали. Поэтому, кстати, может быть, картины всех лет, советского кино, именно советского кино, я не буду говорить про Голливуд, денег было не так много, деньги выделялись такими небольшими франшами, и поэтому актёры много-много репетировали. Может быть, поэтому многие смотрят советские фильмы, старые фильмы, говорят, как же там актёры, вероятно, замечательно, что прям хочется верить, они вызывают какие-то эмоции. А некоторые картины, к сожалению, снимаются так, что и сейчас, что никаких эмоций, потому что всё гонится, 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 гонится. Я говорю, что основа любого искусства, ну, по крайней мере, визуального искусства, кино, это репетиции, репетиции, репетиции. Театр же тоже это визуальное искусство, правильно? Там же репетиции целыми днями идут, по две репетиции в день. Если ты хочешь, чтобы картинка получилась отличная, и чтобы её люди воспринимали, нужно всё-таки подольше репетировать. Ну, это зависит, конечно, от условий того или иного проекта. Ну, желательно для актёров, конечно же, репетиция, 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 чтобы потом что-то было, а чтобы потом было уже не стыдно за проделанную работу на экране. Ну, и что ещё по газету, раньше был закон о труде. Мы снимали 8 часов, сейчас мы снимаем 17-18 часов, так что многое изменилось в кино. Да, очень интересно. Как-то в интервью вы сказали, что в данное время очень снимается мало фильмов, детских добрых фильмов, которые бы учили детей добру. Да, такие фильмы, вот как ваш первый фильм «Невеста для брата», где вы сыграли Баттербека. Это моя первая главная роль. Да, главная ваша первая роль. И как вы думаете, почему сейчас не снимаются такие фильмы? Ну, я не знаю, потому что сейчас, по крайней мере, в Казахстане плотно пересели на жанры комедии. Вы знаете, даже в 80-х, 90-х годах меньше задумывались о детях, что ли, не могу понять, что это пошло, какое молодежное кино. Больше снимали фильмы, скажем, 20-летние, 25-летние. Детей, вот такая вот ниша детского кино, немного она ушла на задний план, про нее забыли, скажем так. Но сейчас некоторые картины снимаются, возрождается роль детского кино. Я надеюсь, что оно будет дальше развиваться, потому что наши власти должны понимать, в любом случае, что все-таки воспитание, вообще важнейшей задачей кино является все-таки это воспитание людей. Не нужно про это забывать. Это не только развлечение, правильно? Как раньше было, хлеба и зрелищ. Это воспитание. Воспитательная картина должна носить любое кино, любое искусство, будь то балет, будь то театр, будь то кино, будь то художественное изображение, да, картины. И поэтому не нужно забывать о том, что нужно воспитывать детей. Я не знаю, я, может быть, сейчас говорю так, как будто мне лет 80-90, но в любом случае я думаю, что я говорю правильные вещи. Потому что как бы сама политика государства, экономика государства, все начинается от человека, правильно? А человек это кто? Это бывший ребенок. И для того, чтобы этот человек вырос достойным человеком, гражданином своего общества, он все-таки должен какие-то прививать ему вещи, делать такие прививки, моральные прививки, не знаю, что-то такое. Не только для здоровья прививки, которые делаются, но и моральные прививки делать нужно ребенку, чтобы в будущем он был достойным человеком, достойным, порядочным человеком, наверное. Я думаю, что ничто, никакое искусство, как кино, не может привить какой-то хороший вкус, какие-то моральные устои человеку. те вещи, которые необходимы для нормального и здорового человека, здорового в плане, скажем так, морального. Поэтому я думаю, что, я надеюсь, что детские кино будут развиваться. Вы снимались не только у казахстанских режиссеров и продюсеров, вы снимались еще на зарубежных площадках. Что вы могли бы сказать о разнице между казахстанским кино и зарубежным? Чему нужно научиться нашим продюсерам и режиссерам? И что мы можем привнести, скажем, в международную культуру кино? Я, работая с зарубежными, скажем так, группами, я понял одно, там очень идет уважительное отношение не только ко всем работникам на съемочной площадке. Это уважение, 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 само достоинство, достоинство. К актерам это вообще отношение такое, они чуть ли не на руках, значит, актеров совершенно. Будь то кино капстра бывших, в смысле не бывших, а вообще капстра, и будь то, скажем, в соцлагере, как что я снимался, и у польских режиссеров. Некий такт, такт в отношении друг к другу совершенно. И жесткая дисциплина. Дисциплина, 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 еще раз дисциплина. Я не принимаю, не приемлю тех вещей, когда на съемочный площадок опаздывают, когда приходят неготовым текстом. Это не про меня. И я это не приемлю совершенно. Я очень ответственно отношусь к себе, и поэтому я очень ответственно отношусь к тем людям, которые работают со мной на площадке. И если некоторые бывают такие случаи, когда я взрываюсь и начинаю что-то говорить по поводу невыученного текста и неподготовки того или иного актера, то я имею на это право, потому что я к себе очень отношусь очень серьезно в этом отношении. Я очень пунктуальный человек. И стараюсь относиться серьезно к тому, что мне довели. Потому что все-таки кино — это искусство, скажем так, массы, это искусство коллективное. И художники, и операторы, и все. Если ты не будешь уважительно относиться ни гримером, ни костюмером, у нас не получится ничего. Я понимаю, есть какая-то некая звездность в актерах, которые как-то так снисходительно относятся к тем, кто обслуживает его на площадке. Астент режиссера, гримеры. Но я этого не принимаю. У меня очень всегда складываются замечательные отношения с гримерами, с костюмерами, с астентами режиссера. И я понимаю, что они делают свою работу так, как и я. На съемочном площадке должно быть свое уважение. Потому что все мы делаем одно общее дело. И от того, как оно сделано будет, от этого будет зависеть твоя дальнейшая судьба, и твоя дальнейшая работа. Тех же гримеров, тех же костюмеров, тех же актеров. Вы снимались в сериалах «Жилдар» и «Энциклопедия счастливых чудовищ», которая снималась на Казахстанской медиа-академии. Как вам работается с нашим продюсером Глюбахор Хасановой? И как вы работаете с юными актерами? Как ощущения у вас? Ну, начну с того, что Глюбахорочка я знаю уже не одно десятилетие, скажем так. Я не буду говорить, сколько десятилетий. Это замечательный, добрый человек, замечательный профессионал своего дела, очень креативный, очень оптимистически настроенный, позитивный человек, который постоянно какие-то рождает, какие-то мысли. Ну, я говорю по поводу креативности. И то, что она создала сейчас Казахстанскую медиа-академию, это для меня было очень неожиданно. И очень приятно, когда я узнал, что директором является Глюбахор, продюсером главным. И то, что она занялась тем, что сейчас воспитывают молодые дарования, молодых ребят. Вы знаете, даже многие из них, может быть, они не будут актерами, правильно? Не будут режиссерами, не будут актерами, не будут операторами. Но это будут люди более-менее раскрепощенные, более-менее творческие, развитые, более-менее... Потому что она дает какой-то некий вектор воспитания детей для других людей, которые потом в дальнейшем им пригодятся в жизни. Детям они станут более раскрепощенные, опять же. Люди, ни для кого не секрет, что здесь занимаются еще и люди взрослые, получается, и под 40, и под 50, и даже под 60 приходят. Это люди, которым не хватает какого-то внимания, а, может быть, те, которые люди, которые когда-то выбрали, может быть, не ту профессию, как им кажется, и вот они стараются себя реализовать уже в другой профессии. И многим из них это удается, потому что Казахстанская медиа-академия обладает какими-то ресурсами для творческого начала, для съемок, те же камеры, свет, все полностью. Это же стоит огромных денег. Аренда помещений, где снимается кино, где снимается кто-линой сериал. Это все требует немалых денег, немалых средств. И Горьбакуру это удается делать. И я надеюсь, что и дальше, и дальше медиа-академия будет развиваться. И я надеюсь, что из стен этой медиа-академии будут выходить достойные актеры, я опять же говорю, достойные режиссеры, достойные дикторы, ведущие. Потому что из того количества людей, которые приходят сюда, всегда найдется некий процент людей, которые потом станут заниматься этим профессионально. Это уже даже хорошо. Даже ни для кого не секрет, что мы сейчас все знаем же, лариудское кино, очень сильное кино, то есть вот там кинозвезды, звездные гонорары. Но все это, об этом все знают, но не знают о том, что выстреливают на картину, может быть, 10-12 в год. А остальные тысячи картин, которые снимаются, они остаются там, которые, скажем, не заработали денег, которые еле-еле отработали те деньги, которые были вложены в это. Также мировое кино, индийское кино, которые снимают несколько тысяч картин, и тоже из них там выходят может быть сотни картин, которые становятся более известными. И поэтому, как бы, в любом деле важен риск и важно вложение в какие-то средства для того, чтобы из той массы людей, хотя бы какой-то десяток людей, стал уже, определился в этой профессии, стали достойными представителями той или иной профессии в кино, скажем так, и которые потом с благодарностью будут вспоминать Медиа-Академию. Поэтому я думаю, что Медиа-Академия делает то самое важное дело, что когда они вселяют в людей веру. А как юные актеры с вами снимались? Они как, вот их отношение к кино, вот это, вот, замирание сердца или какая-то волнительная? Я очень уважительно отношусь к молодым актерам, к молодой поросли, к детишкам. Тем более, я, скажем, папа, я являюсь дедушкой, атакой. И поэтому я очень так, я стараюсь прислушиваться к мнению детишек. Я не знаю, я всегда почему-то очень, вот есть же люди какие-то более такие, скажем так, холодные, кто такой. Я не знаю, я человек такой, очень такой восприимчивый и очень такой эмоциональный. И поэтому я, я всегда с любовью смотрю на детей. Ну, потому что у меня саму две дочери, там, пять внуков, да, уже получается. И поэтому всегда у меня хорошо отношения складываются с детишками, с молодыми людьми, в смысле, с молодым поколением в кино. Я, Гульбахор меня приглашает иногда провести какие-то мастер-классы. Меня приглашали в институт преподавать и другие академии, в смысле, вот, какие-то актерские студии. Ну, я отказываюсь от постоянного ведения, потому что, во-первых, бывает иногда времени там не хватает, ну, графики не сходятся. Во-вторых, я все-таки, я больше все-таки практика, не теоретика. Есть же все-таки многие актеры, которые, ну, не могут преподавать, ну, не хотят преподавать, но это не их. Но на площадке они могут замечать актеры, да, бывает такое, что актер как-то преподает, но он как бы мало снимается, да, бывает такое. Но на площадке я стараюсь всегда, я отношусь с терпением к своим партнерам, будь то люди взрослые, будь то детишки. И на площадке я уже сам подсказываю в процессе работы, как с реактурой, на сцене, какую эмоцию нужно будет творить, какую эмоцию нужно будет родить. Ну, вы предвосхитили мой следующий вопрос, да, по поводу молодого поколения актеров, да, и такой вопрос об актерах, которые вот сейчас очень часто появляются люди, безусловно, талантливые и безусловно, одаренные, но не имеющие актерского образования. Или там есть режиссеры-самоучки, которые приходят в кино вот именно без какого-то фундаментального образования. ваше отношение вот к такому, такого рода людям. Ну, наверное, я отношусь все-таки к тем людям, которые, скажем так, я очень трепетно отношусь к своей профессии. Я знаю, что профессия актер, будь то режиссер, это профессия, скажем, такая штучная. И я знаю, что многие актеры, режиссеры, которые закончили специальные вузы, специализированные вузы, будь то в ГИК, будь то театранист, тут наша Академия Жургенова, будь то ГИТИС, это вообще известные во всем мире вузы театральные. Немножко ревностно относятся к тем людям, которые приходят в кино извне. Да. Ну, что поделать, ну, такова реальность, такова реальность, мир развивается, кино развивается, рождаются какие-то актерские школы, курсы рождаются, но ничего против этого не поделаешь. И, может быть, даже есть какая-то в этом, скажем так, хороший знак в том, что есть больше возможности увидеть, найти, скажем так, настоящие перлы, настоящий женщин такой, да, вот в этой большой массе, которые могут быть... Вы понимаете, мы сейчас живем все-таки в обществе капитализма. Капитализм. Социализм закончился, его нет, коммунизм не наступил, ну, наступил капитализм. И, конечно же, деньги решают многие-многие-многие вещи вообще в нашей жизни. И просто у многих людей нет возможности поступить в ВУЗ, учиться там 4-5 лет, учиться, платить немалые деньги, тем более, если ты уезжаешь, скажем, в Россию, да, или за рубеж. И поэтому помогают все-таки вот такие курсы, на которых люди могут открыть себя и на которых преподаватели, организаторы той или иной школы могут обнаружить какой-то настоящий талант, самородок, которому дадут какое-то, опять же, направление и потом подхватят другие режиссеры и начнут его приглашать. Вот в этом есть тоже некое... Даже если сотни людей найдется один человек, который, действительно, который от Бога актер, к этому плохого нечаянят, в этом просто замечательное, это замечательное дело. Я думаю, что такие курсы, они имеют право существовать. Почему вы перестали играть в театре? Я в театре не переставал играть, дело в том, что я вообще, я изначально киноактер, киностудия «Каракфильм». И направление у нас было туда, у нас было 24 человека и двоим люди посчастливилось стать киноактерами. Это я и Саги Ашимов, к сожалению, покойный, это мой друг. Остальные 22 человека ушли в театры. Их направили в театр, в театр, в театр, в Театр, в Атеусы, областные театры, откуда, если человек прикал симпатинска, то симпатинска, если чимкент, то чимкент. И в театре я никогда не играл. Я играл в антрепризных спектаклях, которые приглашали меня, и было это дело еще в Теузе, это было где-то на 30-м назад. Я играл на сценах многих наших театров, по приглашению приезжали сюда и немецкие режиссеры, которые ставили здесь пьесы. А, как-то еще был такой, был еще в 90-х годах, в начале 90-х годах был такой молодежный театр, который организовали еще Министерство культуры тогда, еще того времени. К сожалению, он закончил свое существование, это еще Игорь Пескунов его возрождал, начинал его. и это был замечательный театр, хорошие спектакли стояли, мировую классику стояли, советскую классику. Я играл в несколько спектаклей, но в театре я специально никогда не работал. И, скажу честно, иногда скучаешь по такой работе, потому что все-таки театр — это хорошая школа. Главное, чтобы не уйти, конечно, в театральщину, но, поскольку у меня все-таки опыт киношных давнишних, я думаю, что в театре каждый киноактер выносит какое-то свое в театр, наверное, так, наверное, так. Потому что ни для кого не секрет, что некоторым актерам театра очень сложно, скажем так, сниматься в кино. Там совсем другие методы работы получать со зрителем, скажем так, какие-то более широкие размашистые жесты, что-то такое, более широкая подача текста, скажем так. объемное такое кино, оно такое более тонкое искусство, более такое камерное, скажем так, потому что там в кино главные глаза, глаза, глаза. И, видимо, что-то многие киноактеры, которые говорят спектакль антрепризных, они вот что-то приносят свое, какой-то такой синтез появляется между актером кино и театральным делом. И в этом тоже нет ничего плохого, что-то такое новое. Кино не должно стоять на месте. А есть ли еще роль, которую вы хотели бы играть, но вас еще туда не пригласили? Или вот есть ли заветная какая-то мечта о роли какой-то? Да нет, я не отношусь к тем людям, которые говорят, что я мечтаю сыграть Ромео, там уже Гамлета. Нет, я не мечтал говорить о Ромео, не мечтал говорить о Гамлете. Хотя Ромео мне хотелось еще доверить в институте, но почему-то этим планом было не суждено, потому что мы спектакль просто не ставили. для актера главное, сейчас очень много актеров, скажем так, стало, и большая конкуренция стала. Если нас раньше в кино, в казахском кино было 20 человек, киноактеров всего лишь, которые снимались в кино, ну и плюс еще театральные актеры, сейчас огромное количество актеров. Ну правда и количество фильмов, сериалов идет большое. Но все равно такая дикая конкуренция, если ты тем более еще у тебя коллеги есть, кто от твоего плана. Поэтому так радуешься любому предложению. Ну естественно, я может быть немного сказал неверно, что выразился в любом предложении, любому достойному это предложение, наверное, потому что все-таки перед тем, как ты соглашаешься и сыграть в той или иной картине, все-таки ты берешь и читаешь сценарий. Даже приглашая меня на эпизод, ну на небольшую роль, на вторую роль, скажем так, или там третьего плана, я требую себе передать сценарий, мне говорит Жанна, давайте мы вам перешлем ваши сцены. Я говорю, нет, для того, чтобы мне создать свою роль, даже небольшую, мне нужно прочитать сценарий, для того, чтобы знать мое отношение, моего героя к тем или иным героям, даже главным героям, или их отношение ко мне, от этого будет рождаться уже моя работа дальше. И поэтому, когда многие актеры говорят, ой, пишите мне только мой текст, и все, я их не понимаю, честно говоря, это не профессионально совершенно. Поэтому, играя даже небольшую эпизодическую роль, я читаю весь сценарий. но мне, во-первых, интересно, достойна ли эта картина, как бы, ну... Но сколько она потом? А сколько она потом будет смотребельна? Да и не то, что смотребельна, понятно, понятно одно, что между сценарием и конечным продуктом, то есть готовым фильмом, большая пропасть существует, как ее там реализуют, бывает сценарий замечательный, а в конечном, скажем так, результате совершенно такая не то, что уже было задумываться, или наоборот, сценарий как бы такой не очень такой, но хотя бы какие-то есть наметки на то, что это может получиться хорошим продуктом. И бывает такое, такой незначительный сценарий, вдруг подвещается в шедевр. Ну, в шедевре, можно себе так высоко сказал, но в хороший, добротный фильм, скажем так. Поэтому сценарий, 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 еще раз сценарии, все время читать, 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 читать. Ну и напоследок я бы хотела попросить вас сказать пожелания нашим телезрителям, что бы вы пожелали? А то есть, напоследок, я хотел бы попросить вас петь песню. Что-то мы до этого по поводу песни говорили. Ну, что я хочу пожелать вашим зрителям? Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, реализацию ваших творческих планов, даже творческих планов реализации, если вы работаете в каких-то сферах экономических, потому что творчество, его никто не отменял, даже в подсчете денег. Творчество, творчество, отношения. И мне еще хотелось бы пожелать всем доброго отношения к друг другу, доброго отношения к своим соседям, своим родным, своим близким, потому что время, к сожалению, сейчас немножко стало жестким, и я думаю, какой-то некой мягкости, некоторой какой-то сердечности в отношениях как раз-то не хватает. Хочу пожелать реализации всех ваших планов, пусть у вас будет все хорошо, а что сейчас самое главное и важное, я не боюсь и не устаю это повторять, здоровье, 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 будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих близких. И я пожелаю вашей передаче, чтобы ваша армия, армия ваших зрителей, она множилась с математической прогрессией. Спасибо большое, Жан. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok